Знакомство с работой сочинского хлебокомбината для вице-губернатора Андрея Коробки началось с дегустации сушек. Всего же предприятия выпускают около 200 видов изделий. За год с конвейера сходит более 20 тысяч тонн продукции. Самые ударные были чемпионаты мира по футболу, когда была Олимпиада. Тут ставили стафановские рекорды наши кондитеры. Ароматной и свежей выпечкой предприятие обеспечивает 70% сочинцев. Продукция разлетается с прилавков не только Краснодарского края, но и шести регионов страны. Руководство о такой успех объясняет просто высоким качествам хлебобулочных изделий и ингредиентам, из которых они изготавливаются. Вся практически мука поступает от кубанских наших производителей, от кубанских мукомолов. Небольшую долю муки, ржаной, которая не производится в крае, мы берем из других регионов. Это и Поволжье, это и Башкирия. Пшеничной муки, естественно, наших производителей никто не может обогнать по качеству, по цене. Доля сочинского мясокомбината на рынке Краснодарского края составляет 32%. Колбаса, ветчина, сосиски, карбонат – в ассортименте 350 видов изделий. Они пользуются спросом как у горожан, так и у туристов. Особенно хорошо продается продукция, приготовленная по авторским рецептам. Отдыхающие сюда приезжают, они берут что? Чай с собой отсюда, мед. И так как у нас здесь самое уникальное предприятие, должны брать и с собой колбасу, которую нет нигде. За стандартами качества следят больше полутора тысяч специалистов. Вся продукция производится на высокотехнологичном оборудовании. В этой климатической камере созревают сырокопченые колбасы. Только при определенной температуре и влажности можно приготовить хороший деликатес. Однако градообразующие предприятия, как и большая часть чайных плантаций Сочи, не работают на полную мощность, считает Андрей Коробко. Эту тему он поднял уже на совещании. Из 1200 гектаров земли ароматный лист собирают лишь с 326. 60% плантаций нуждаются в омолаживающей обрезке и перезакладке. У нас есть отдельная программа в регионе, которая сегодня наполнена деньгами. К сожалению, не в полном мире используются все эти ресурсы финансовые. И предприятия неактивно идут в восстановление чайных плантаций. В 2019 году на развитие этой отрасли сельского хозяйства власти региона выделили 30 миллионов рублей. Однако заявки от чаеводов пришли лишь на 7. Не досчитались в этом году и урожая. Вместо 550 тонн было собрано всего 300. Вице-губернатор поручил провести ревизию чайных плантаций и оштрафовать тех производителей, которые не используют их по назначению.